Дорогие друзья, сейчас будет коротенькое, одним дублем видео про ЛиАЗ. Очень важное изменение у нас произошло наконец-таки. Зайду издалека. Здесь у автобуса расположены 5 воздушных ресиверов, в которых, как нетрудно догадаться, находится воздух, который необходим для работы тормозной системы автобуса, пневматической подвески, открывания дверей и, мало кто об этом знает, но для коробки передач, а именно для включения заднего хода. Также тут у нас находится аварийный клапан, который должен срабатывать по заводским настройкам на 9 атмосферах. То есть, когда давление воздуха в этих ресиверах достигает 9 атмосфер, срабатывает этот аварийный клапан. Ну, сейчас я... воздуха мало, поэтому я его даже не нажму. И лишний воздух стравливается, дабы не разорвало ресивера, магистрали, резиновые шланги, которые идут на двери, например, и так далее. У нас с этим была небольшая проблема. Кстати, забыл сказать маленький момент. Он устроен таким образом, что его можно регулировать на определенное давление. От 5 до 10 атмосфер. В любом диапазоне его можно настроить. Он был настроен на 8,3 атмосферы. Чуть больше нормы. Рабочее давление в воздушной системе этого автобуса от 6 до 8 атмосфер. Трогаться с места можно по достижении давления в 4 атмосферы, которое нагнетается в те ресиверы вот этим вот воздушным компрессором. Воздушный компрессор здесь двухцилиндровый, аналогичный грузовику ЗИЛ, Урал, автобусу УАЗ и черти чему еще. В принципе, даже на грузовиках МАЗ он был. Также на этом компрессоре установлен маленький такой клапан. Кто-то называет его солдатик, кто-то называет его пердон, но тем не менее суть дела не меняется. Он отвечает за то, чтобы по достижении 8 атмосфер, давлением 8 атмосфер в рабочей системе воздушной этого автобуса, срабатывал клапан, коим он и является. И излишний воздух выкачивался бы просто в атмосферу. По достижении давления на манометре в 6 атмосфер. То есть, как работает эта фигня? Компрессор накачивает воздух до 8, дальше срабатывает этот солдатик, начинает качать воздух просто в атмосферу. Используя тормозную систему, открывая двери, качаясь на кочках, автобус поддерживает определенный уровень пола, открывает и закрывает двери, то есть расходует накопленный воздух. И таким образом давление падает до 6. Как только давление падает до 6 атмосфер, снова включается наш солдатик и опять накачивает до 8. Честно сказать, у нас эта система не работала с момента приобретения автобуса. Значит, как она устроена? Все на самом деле очень просто. Вот он, этот солдатик. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он, да. К нему идет шланг, который подсоединяется в магистраль где-то примерно вот в этом районе. Он, естественно, был заглушен. И долгое время, долгое время у нас работала система через аварийный клапан. Поэтому кто с нами катался, тут помнит такой достаточно противный звук. Бззз, бззз. Который многие слышали с определенной периодичностью, особенно когда автобус движется равномерно, со скоростью больше 20, больше 30 км в час. Значит, вариантов решения этой проблемы у нас было два. Почините этот солдатик, что в принципе довольно легко, но довольно ненадежно, поскольку конструкция очень маленькая и хрупкая. А также здесь у нас появлялся дополнительный воздушный шланг. Ну или медная магистраль, это не принципиально. Значит, решение было гениально, столь гениально, сколько же и простое. Установить разгрузочный клапан от автомобиля ЗИЛ, он же КАМАЗ, он же трактор МТЗ и хрен знает, что еще. На самом деле на огромное количество разных транспортных средств и специальных машин он устанавливался. Как теперь это срабатывает? Значит, теперь у нас не работает аварийный клапан. Я его вернул обратно на 9 атмосфер его регулировки. Теперь по достижении рабочего давления в 8 атмосфер ровно, что рекомендуется заводской книжкой этого автобуса, а также всеми техническими регламентами управления воздушными системами автобуса ЛИАС и так далее и тому подобное. Этот клапан срабатывает. Здесь есть регулировочная гайка. Его точно так же можно настраивать на разное давление. 6, 7, 8, 9, 10, 12 атмосфер или 5, неважно. Вот этим винтиком и контргайкой мы выставляем определенное давление. Выставляем очень просто. Накачиваем до нужного, начинаем его крутить и, соответственно, в тот момент, когда он щелкнет, соответственно, он сработал. Все, фиксируем контргайку и все прекрасно у нас работает. Дальше до 6 атмосфер он, этот разгрузочный клапан, качает воздух в атмосферу через вот этот вот штуцер. То есть, проще говоря, гонит воздух просто вот сюда. А потом, когда давление падает до 6, он снова включается и обратно накачивает воздух в ресиверы до 8 атмосфер. Что нам это дало? Во-первых, это разгрузило нам компрессор. Он теперь молотит не постоянно под нагрузкой, а только в те моменты, когда наполняет ресиверы воздухом. И мы избавились от очень важного такого момента противного, как вот этот неприятный звук, который создавал дополнительные шумы в салоне, чем мешало очень сильно нашему экскурсоводу, комфорту пассажиров и так далее и тому подобное. На самом деле, на самом деле, помимо всего прочего, мы еще и выиграли в том, что теперь, зимой, когда у нас компрессор накачивает воздух, он будет сбрасывать масло, которое так или иначе, какой бы новый компрессор, не было бы, кстати, зимой я его перебирал, новые кольца, поршня, все, клапана, все новое, пружины, все-все-все-все новое, кроме этого солдатика. Солдатики, кстати, только китайские теперь продаются, СССР-овские найти довольно сложно, регулируются. Они, кстати, аналогичным образом тоже там есть. Контргайка, гайка и регулируешь. Компрессор качает шикарно, масло вроде не гонит, но, опять же, если он будет это делать, масло будет стравливаться у нас, опять же, не доходя до ресиверов. Хотя нет, оно по-любому будет туда попадать, когда компрессор будет качать в обход этого клапана в ресиверы по достижении 8 атмосфер. Также, огромный плюс установки этого клапана, он никогда не замерзнет, потому что здесь самое теплое в автобусе место. И зимой у нас не будет проблем с замерзанием клапана. Периодически эта проблема у нас была с замерзанием клапана отсечки, аварийного, который срабатывал на ресиверах. Зимой в мороз он, конечно, мог примерзать. Здесь ничего примерзнуть не может, потому что самое теплое место двигателя там. Также на ресиверах у нас еще есть вот такие вот краники, которые служат для того, чтобы сливать с них воду. Так как на момент создания этого автобуса еще в СССР не существовало, а может быть просто не хотели, удешевление, упрощение конструкции, не существовало воздушных осушителей. Такие специальные хреновины, которые осушают воздух после компрессора, прежде чем подать его в ресиверы. Таким образом избегали влаги, избегали гниения внутри ресиверов, избегали повреждения водой резинотехнических изделий в тормозной системе и в системе пневмоподвески этого автобуса, чтобы внутри этих резиновых баллонов не скапливалась вода. Но об этом я, наверное, расскажу вам несколько позже. А сейчас я заведу автобус и покажу вам, как этот клапан работает. Самые внимательные и опытные наши зрители, конечно же, скажут, автобус запускают, но никак не заводят. Заводят там девушку и кое-что, кое-куда еще, но это ладно, лирика. Вот обратите внимание, у нас сейчас примерно 7,9 атмосфер. Воет маслоочистная центрифуга, заводская. Она очищает масло. Здесь нет масляного фильтра в современном понимании этого слова. И вот смотрим, как сработает наш клапан. Запускаем двигатель. Вот сейчас он качает воздух в ресиверы. И как только достигает восьми атмосфер, возможно, вы даже услышите, как изменился звук. Теперь автобус качает воздух просто в атмосферу. Никакого срабатывания аварийного клапана. Все даже лучше, чем по заводу. Я надеюсь, вам понравилось. А в остальных технических особенностях смотрите наши следующие видео.